Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу еще раз пояснить, как работает ПАКСИЛ и почему, собственно говоря, он не работает. По факту. Вот посмотрите на таком схематичном изображении. Я изобразил вот эта вертикальная ось, это уровень симптома. На этом уровне находятся симптомы человека. Ну, например, тревожность или тревога, беспокойство, депрессия. Вроде бы те препараты, при которых показан ПАКСИЛ и другие антидепрессанты из группы селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. И вот здесь же я изобразил уровень, так скажем, явных симптомов и латентный или скрытый уровень. И что происходит дальше? В течение времени. Вот мы дали человеку ПАКСИЛ. Вот он сработал. Ну, если он сработал, опять же, множество случаев, когда препарат не работает или работает плохо. Побочные эффекты возникают. Мы, врачи, вынуждены отменять этот препарат. Возникает даже осложнение. Ну, допустим, он сработал. Что произошло? Болезнь сама, она никуда не исчезла. Она ушла на этот латентный, скрытый уровень. Вот я здесь так изобразил. А вместо этой болезни, ну, так скажем, человек, поскольку он постоянно, пациент, принимает, вынужден принимать ПАКСИЛ, возникает, ну, так скажем, интоксикация. ПАКСИЛа. Или мы можем также говорить, что это некая лекарственная болезнь. То есть, одна лекарственная болезнь вытеснила естественную болезнь, изначальную болезнь. На латентный уровень, на скрытый уровень. И вот пока человек принимает, он же не один раз принял. Нет, он принимает постоянно, каждый день. А иногда даже с нарастанием, чуть не сказал, потенции, в гомеопатии потенции, дозировки. Вот с повышением дозировки, то есть, там, 20 миллиграмм, может, 40, там, максимум 50, да, ну, раньше было 60. И вот он принимает, принимает, и вот этот уровень идет. Положим, человеку помогло, хорошо. Дальше, что происходит? Происходит отмена. Либо человек сам отменяет, либо врач ему говорит, давайте, голубчик, отменяйте. Отменяет, да, и что происходит? В этом плане уже не действует искусственная болезнь, все, не происходит никакого воздействия. А болезнь, естественно, изначальная болезнь, которая была у человека, она поднимается из латентного уровня и снова занимает свое положение изначально на уровне явном. Вот так. Все. И я, наверное, все-таки не случайно оговорился, поскольку я все-таки хотел рассказать в данном случае, что происходит в случае гомеопатии, если мы подключаем вместо паксила или вместе с паксилом, бывает и так, гомеопатию. В этом случае при правильном назначении, при правильном подборе препарата, вот эта вся болезнь, она уничтожается. И в этом смысле она не переходит на уровень латентный, на уровень скрытый. Она просто уничтожается. То есть, если на этот уровень мы поставим, на это место мы поставим гомеопатию, то в этом случае не будет ни лекарственной болезни, ни естественной болезни, ничего не будет. Конечно же, в том случае, если мы с лекарством попали. Но это, как в любой терапии, происходит подбор препарата. То же самое это может произойти и в случае, если человек принимает тот же паксил, ему он не подошел, врач меняет лекарство на другое, из этой же группы или из другой группы, подключает какие-то дополнительные препараты. Все как всегда. Все как в любой терапии. Вот что хотел сказать еще раз про паксил и вообще про перспективы. На месте паксила мы можем поставить в принципе любой антидепрессант, абсолютно любой. Любой нейролептик, любой транквилизатор и любое аллопатическое лекарство, о котором мы все слышали. И вот если их сравнить, одним образом работает аллопатия, другим образом работает камеопатия. Благодарю за внимание.